15 лет рабства. 3000 евро. Командир воздушного судна будет получать в разы больше. По факту, авиакомпания готовила профессиональные кадры для Emirates и Qatar Airways. Всем привет! Это фан-клуб вашей любимой авиакомпании. Меня зовут Герман. Ну что, полетели? Добро пожаловать на борт авиакомпании Air Astana. Подсказка темы этого выпуска находится, как всегда, на табло за моей спиной. Сегодня поговорим о магии, о некоторых хитростях программы обучения пилотов Air Astana, которая называется AB Initio. Но перед этим поставьте лайк под видео, подпишитесь на канал. Таким образом, вы помогаете продвижению этого ролика, а мы совершенно бесплатно продвигаем бренд Air Astana. 15 декабря на YouTube-канале Кана Бисикеева вышло прекрасное видео, которое называется «Мир авиации. От экономиста к пилоту». Официальный аккаунт Air Astana в Instagram даже опубликовал сториз с призывом к своим подписчикам посмотреть этот выпуск. Пилоты авиакомпании в кадре облачены в свою рабочую униформу с символикой компании. А это значит, что Кэмбат и Бехсот пришли на запись подкаста после полного согласования и одобрения от руководства департамента по внешним связям Air Astana. Таким образом, по сути, это стало официальной нативной рекламой программы обучения пилотов авиакомпании, которая, я напомню, называется AB Initio. Попытки продвижения этой программы не могут не радовать. Кстати, кто уже посмотрел подкаст, под этим видео ставьте плюс и оставляйте свое мнение. Давайте обсудим этот выпуск. Видео очень длинное, целых 2 часа 20 минут. Оно, безусловно, будет интересно тем, кто только собирается поступать на программу или уже оформил заявку и находится в процессе сбора документов, подготовки к медкомиссии и так далее. С уверенностью можно сказать, что самое интригующее в выпуске – это момент, когда Бехсот озвучивает стартовую зарплату, с которой начинает вчерашний кадет. И это 3000 евро. Командир воздушного судна, безусловно, будет получать в разы больше. Сделаю отступление. В данном случае необходимо обращать внимание не на размер заработной платы, а на количество лет, которые пилот обязан отработать в компании. Некоторое время назад авиакомпания увеличила срок, в течение которого выпускник программы Абонишо не может ее покинуть. До этого он составлял 7 лет. Теперь период растянулся на полтора десятилетия. Поэтому далее Бехсот переходит к описанию тех самых 15 лет, которые прописаны в контракте у каждого пилота, прошедшего через программу обучения «Эр-Астаны». В связи с чем авиакомпания вынуждена удерживать своих пилотов такое длительное время. Раньше, за 7 лет, второму пилоту практически удавалось налетать необходимое количество часов, чтобы стать командиром воздушного судна. Кто-то становился КВС и только после этого уходил на работу в другую авиакомпанию. А кто-то не ждал даже этого. И после завершения 7-летнего срока сразу менял сторону проживания. Как правило, на Эмираты или на Катар. Получалось, что у «Эр-Астаны» возникала дополнительная потребность в командирах и вторых пилотах, а также, по факту, авиакомпания готовила профессиональные кадры не для себя, а для «Эмирейтс» и «Катар Эйрвейс», которые, кстати, надо отметить, принимают опытные кадры из «Эр-Астаны» в буквальном смысле без очереди. У казахстанской авиакомпании такие высокие стандарты и предъявляемые требования к кандидатам, что даже при найме иностранных пилотов только каждый 12-й соискатель получает работу в «Эр-Астане». А что касается кадетов программы «Эйби и Нишо», то будущие пилоты, чтобы попасть на работу в «Эр-Астану», должны закончить свое обучение на «отлично» по всем предметам. Мне известно, что некоторые европейские перевозчики в том числе принимают на работу выпускников тех же летных школ, но с более низкими оценками. Именно поэтому арабские и не только компании с таким удовольствием берут пилотов «Эр-Астаны». Я думаю, что сейчас будет уместным рассказать лично от себя историю в подтверждение слов о том, что в авиакомпании работают настоящие профессионалы. Это было время, когда я проживал в Санкт-Петербурге. С 2016 года у меня есть подписка в приложении «Флайт Радар 24», которая позволяет наблюдать за самолетами. События этого дня я помню очень хорошо, так как мы отмечали день рождения моего друга, и на тот период времени мы с моим напарником уже создали фан-клуб «Эр-Астаны». Поэтому за самолетами своей любимой авиакомпании я следил очень тщательно, буквально в режиме авиадиспетчера. Особенно это касалось рейсов «Астана-Санкт-Петербург» и «Алматы-Санкт-Петербург». Каждый день проверял, какой тип воздушного судна прибыл, откуда, с опозданием или нет, его бортовой номер. И по обратному маршруту все то же самое. 28 февраля 2019 года на Петербург обрушился мощный снегопад, сопровождавшийся сильными порывами ветра. Так как мы отмечали день рождения, то я впервые за долгое время пропустил прилет КС-135 и КС-137. Но в районе 10 вечера, когда я возвращался домой, я все же зашел на радар с 18 часов 30 минут до 22 часов, когда снегопад еще, когда метель еще продолжалась. Открыв онлайн-табло прилета в Пулково, я обнаружил, что погодные условия такие, при которых далеко не каждый командир воздушного судна будет готов посадить самолет. Я насчитал более 30 рейсов, точно не помню, сколько, 34, 35 или 36, которые были отправлены либо в аэропорты вылета, развернуты в аэропорты вылета, либо отправлены на запасные аэродромы. Кстати, среди них был также рейс Дубай-Санкт-Петербург, авиакомпании Emirates, который выполнялся на Боинге-3-7. Он был отправлен в Хельсинки. В общем, за 3,5 часа в аэропорту Пулково совершили посадку только 4 самолета. Среди них были Airbus из Алматы и Embraer из Астаны. Оба самолета авиакомпании Air Astana. Командиры этих воздушных судов перед принятием окончательного решения сначала сделали несколько кругов в районе Ладожского озера и только после того, как все взвесили и оценили ситуацию, направились в Пулково и благополучно сели с первого раза. Я довольно сильно рискую, когда рассказываю подобную историю, так как мы знаем, что критики не проходят мимо малейших нюансов, связанных с Air Astana. Этот рассказ не о том, что экипаж ставил под угрозу жизни пассажиров, хотя именно таким образом его можно преподнести, а история о том, как профессионалы-пилоты ежедневно получают опыт посадок в сложном климате Казахстана, а затем могут его применить в менее знакомых условиях. Например, в подкасте Кэмбат рассказывает об аэропорте Казаларды, где перед самым приземлением постоянно трясет, и пассажиры жалуются на это. Добавим, аэропорты Актобия и Астаны, которые находятся просто в открытой степи, и зимой метеоусловия особенно сложные. Ну и, конечно же, аэропорт Алматы с его сильными постоянными туманами. Поэтому посадка в Петербурге в сложной метеорологической обстановке для пилотов Аэростаны была рядовым событием. Но даже несмотря на это, сначала они оценили ситуацию, и только потом приняли окончательное решение. Что я почувствовал в тот момент? Гордость. Гордость за то, что в авиакомпании работают такие профессионалы. Кстати, на эту тему есть видео-напоминание, вот тут по ссылке можете пройти и посмотреть, о событиях в Португалии в 2018 году. В дополнение еще скажу о том, что на данный момент времени в Аэростане работает командир из Украины, который переехал в Казахстан после начала войны. Так вот, через борт проводников нам передавали его слова восхищения стандартами безопасности Аэростаны. А я думаю, что ему есть с чем сравнивать. Теперь вернемся к подкасту. 15 лет. Те самые пресловутые 15 лет, что несколько раз были озвучены в выпуске. Приблизительно за половину этого времени второй пилот, как правило, становится КВС. И остаток срока уже летает в этом качестве, тем самым закрывая потребность авиакомпании в командирах. И, конечно, здесь есть несколько тонких нюансов, хитростей, которые работают не только на Аэростану, а также на Казахстан в целом. За 7 лет, как это было раньше, парни и девушки, выпускники программы Абнишо не успевали, как правило, обзаводиться семьями или не торопились это делать, думая о том, что вот-вот можно будет свалить в Дубай. Теперь, когда обязательные 15 лет прописаны в контракте, у тех, кто закончил обучение, просто не будет других вариантов, кроме как оставаться в Казахстане, заводить семьи, брать ипотеку и так далее. А потом, вполне естественно, к 40 годам желание менять страну проживание и переезжать со всей семьей просто отпадает. Таким образом, Казахстан получает своих пилотов, которые работают внутри страны. И это, безусловно, огромный плюс. Я глубоко убежден в том, что те ребята, которые хотят поступить на программу Абнишо, они уже изначально должны быть патриотами своей страны. В противном случае, они обрекают себя на многолетние муки. Мне известны имена некоторых уже бывших пилотов Аэростаны, которые после окончания семилетнего срока ушли работать в другую авиакомпанию и покинули Казахстан с большим удовольствием, просто используя Аэростану как трамплин. А профессия пилота позволяет с легкостью выбирать страну проживания. Кто-то может сказать 15 лет рабства. А я думаю, что выбор этого пути показывает настоящий уровень ответственности. Только очень усидчивые, действительно уверенные в себе люди могут принимать взвешенные решения и в итоге надевают форму командира воздушного судна. Аэростана делает все и даже больше, чтобы лучшие кандидаты стали пилотами, дает им профессию и уверенность в завтрашнем нет. Ну что же, на этом все. Я благодарю вас за просмотр. Поставьте лайк, если еще не поставили. Подпишитесь на канал, если еще не подписались. Ссылка находится над моей головой. Я благодарю вас. Назар Ларанзга. Рахмед.